Люди, которые ходят на ногах, они не понимают полностью, что люди передвигаются на колясках. Это касается и даже, кто на палочках ходит, инвалиды, и мамы с колясками, то же самое. И чтобы представитель был, который мог поправить, и, например, чтобы не было никаких переделок, понимаете? Это вот один из самых главных вопросов. Приоритет передвижения по городу Нарва. Если более предметно, то в этом году у нас только на занижение поребриков у нас было выделено 13,5 тысяч евро. Это позволило нам решить в 8 местах эту проблему, занедить поребрики, сделать по европейским стандартам съезды-заезды, которые устраивают всех. Такая же сумма у нас зарезервирована только вот на эту деятельность, где берутся старые поребрики, убираются и делается съезд. Вот именно на эту деятельность у нас на следующем году зарезервирована точно такая же сумма. Кроме этого, хочу обратить внимание на тот факт, что сейчас управа готовится к тому, чтобы подать проект Европейский фонд на строительство сети велосипедно-пешеходных дорожек в городе Нарва. В сумме будет построено и обустроено, скажем так, более 20 километров дорог. И в рамках этого будет точно так же проводиться и занижение, и разметка, и выделение отдельных полос. То есть то, о чем мы с вами говорили, вот пешеходы, наши пешеходные дорожки, которые являются сейчас проблемным местом, в силу того, что много где их можно назвать очень условно, как раз таки вот эта вот сеть, построенная за европейские деньги и велосипедно-пешеходных дорожек, точно так же решает и вами обозначенную проблематику, в частности, съезды, заезды, переходы. То же самое, четвертый пункт, обратить особое внимание на строительство объектов, являющихся в рамках европейских проектов. Всегда помнить о том, что нацкие достопримечательности хотят осмотреть не только люди на инвалидных колясках, и причем не только из нарвы. Ко мне приезжали две девочки тоже, вот они хотели в замок попасть, а не попасть? В замок, вы имеете в виду, в двор, в двор не попасть? Даже в двор. Это еще был тогда главный, ворота были там страшные, да, дорогу знаете? Сейчас сделали то же самое пандус и то же самое подъезд, мы с Максимом потом сходим, потому что там плетняк перевернут неровностями наружу. Понимаете, и на колясках, и на колесках очень тяжело передвигаться. Там можно перевернуться, чтобы добраться до пандуса, с парка, и чтобы выбраться из пандуса уже во двор. То же самое. И передвижение, конечно, там по двору невозможно. Там можно передвигаться только по газонам. В Швеции я была, и у них социальные работники раз в квартал приходят и живут один день. Вот мы его раз посадили, сказал, я посижу, я буду на коляске. И посадить на коляску его, поставить на костыли. Мы все ходим под Богом, мы не знаем, у кого что-то будет. И пожить просто этой жизнью. Вы просто столкнетесь, вы не замечаете того, что мы замечаем. А постоянно говорить о том, что мне там не перешагнуть, мне это не перейти, это не дойдет до человека, пока он не будет сидеть вот здесь. То есть ты предлагаешь сделать в Нарвии день чиновников, а в шкуре... В шкуре инвалидов. Это вот в Швеции такое и есть. Хорошее начинание было. По другим городам тоже. Было бы оно в Таллине. Везде надо, везде надо. Вот есть, и в Таллине до сих пор так ездят. Есть в Таллине. Вот давайте, да, это вообще-то интересный вопрос организовать, понимаете. Потому что мы снимали здесь ролик, Людушка, извини, пожалуйста. Ролик с Рогланд, да. И он меня попросил, говорит, Витя, давай, доставь мне коляску, мы прокатимся по городу. Помните, да? Вот он сел, так он какой хитрый. Он где по ряблике, он встает, коляску ставит, опять садится. Я говорю, не надо. Вот тебе нужно скотчем привязать, и все, прыгай-ка. Так вот, немножко он понимается, он болел, я за него боялся, что он убьется. Потому что вот почему он страховал. Сделали. И вот он прокатился, он уже, у него уже здесь отложилось. Потому что многие нам, чиновники, говорят, да, мы вас понимаем, да, мы вам сочувствуем. Приятно это сочувствовать, понимание. Но понимание это должно быть, в делах это все делать. Но человек хотя бы немножко вот пройдет, посмотрит, прокатится, по этими щам, даже по этой брусчатке, которая вот так трясется, как стиральная доска. Можно на ней передвигаться, но тяжело, очень долго. Понимаете? И тогда человек уже начнет, у него совсем другое мышление будет. Понимаете? Вот давайте это организуем. Ну это вот Татьяне надо обратиться, чтобы она инициатором была. Нет, почему Татьяна? Обеспечиваю бы, конечно, не всех этих самых чиновников. Несколько человек от законотворческой власти, и несколько человек от исполнительной власти. Сейчас мы все сидим, мы должны сейчас вешать. Алина Татьяна, отручет. Я ничего... Против нет. Против ничего не имею. Виктор, вы сказали, что было соглашение в прошлом году, подписано в октябре месяце, и уже пора поговорить. Но наверняка был вопрос не сроков, а наверняка уже наболело, и очень важно было встретиться. С какими мыслями вы шли на это совещание? В чем было какое-то... Ну, не совсем вы были довольны ситуацией. Вот что вас привело за этот круглый стол? Ну, мы это готовили соглашение, во-первых, где-то примерно полгода-год. Встречались с властями и социал-демократов, и Центрической партией, понимаете. Тоже как с детьми, приходилось с ними тоже, ну, как сказать, редактировать вопросы, соглашения. Ну, мы отредактировали, подписали, все довольные были. И все были за. Ну, прошел год, мы посмотрели, что власть, конечно, много вопросов различных, но надо напоминать о себе. Наша беда в чем тоже раньше была, что мы о себе не напоминали. Если человек не напоминает, значит, все хорошо. Но здесь решили вот создать вот то, что у нас даже в этих пунктах, у нас стоит тоже там есть круглый стол, организовать и продолжать. И сейчас вот это начинание, это не новый вопрос, это старый вопрос. Но мы его сейчас опять возродим, и все будем делать, чтобы мы должны знать из первых рук информацию. И от властей исполнительной, загонодательной власти. И они должны знать тоже вот именно от нас, от людей, от населения тоже наши проблемы и наши вопросы. Которые мы затрагиваем, проблемы и вопросы, они касаются всех жителей, всех гостей города. Понимаете? Потому что вот если все почитать, что мы, как сказали, вы жалуетесь. Мы никогда не жалуемся. Мы или требуем, просим, бывает так. В основном ставим на вид, чтобы знали, что есть такие люди. Потому что вы сами знаете, что в советское время инвалидов у нас не было. Сейчас они вдруг откуда-то появились. И очень много. И кроме того, все под богом ходим, не знаем, что может случиться с каждым завтра, послезавтра. Понимаете? Я сколько уже общаюсь, очень долго, у меня уже 26 лет, я в коляске сижу, как сломался. Я, получается, я езжу тоже и в Крым, и в Россию езжу тоже, я вижу. Каждый день прибывают новые люди. Понимаете? Никто не хочет ломаться, но судьба и жизнь совсем по-другому распоряжаются. Так и здесь. Вот самое приятное, что власти пришли, посмотрите сами, вы сейчас увидели, что пришлась и законотворческая власть, и исполнительная власть, высшая. Не просто там, например, член какого-то отдела, а пришел начальник департамента, мэр города, заммэр города, начальник коалиции, председатель коалиции. Это уже радует, потому что, значит, им не безразлично это все. Но будем надеяться на хороший контакт. Что особо ценное вы сегодня услышали? Ну, то, что они все-таки понимают и стараются понять нас. Вот это хорошо. Но с другой стороны, да. Вот сейчас я посмотрел, что они не отвергнули ни один вопрос, ни одну просьбу. Они это все взяли на вид и даже свои предложения привели. Это тоже радует. Но вы сами говорили, что можно сказать, что понимаем, можно сказать, что хотим помочь, и все это делать для галочки. А вот вы разубедились сегодня в этом? Вы считаете, что здесь реально заинтересованы? Сегодня еще нет. Сегодня была заинтересованность моральная такая. А вот сейчас посмотрим, как я и сказал, что нам нужно помогать и сочувствовать на деле. На бумагах, на словесах это все хорошо. Это может быть для души там что-то сделать. Но кроме того, мы должны жить в реальности и в действительности, вот этой практической. Вот когда это сейчас будет двигаться, будет, мы посмотрим дальше. Вот наиболее важный момент, и в чем помощь нужна, вот на момент разговора? Ну сейчас, по идее, конечно, передвижение по городу Нарвова. Хорошо прошли такие очень тяжелые времена, да, прошли, когда вот были раскопки, все, ямы, все, там вообще невозможно было передвигаться. Но сейчас уже можно передвигаться, но, но, вот здесь депутат Гордеева затронула то же самое, то, что они кладут у нас тротуары, да, не из плитки, а из кирпичиков. По ним очень тяжело передвигаться. И мы много раз сами тоже говорим, мы по этой плитке передвигаемся очень редко. Но в основном идем по проезжей части, где асфальт, где ровная поверхность, знаете, это совсем другое. Сейчас вот называется приоритет передвижения по городу Нарвова. И, конечно, попадание на многие объекты, общественные, например, исполнительные и законопольческие. Вот это самое главное. Чем вас удивили на сегодняшней встрече? Или из того, что говорилось, или из того, что происходило? А ничем не удивили. Самое главное, что здесь, здесь, здесь удивлению места нет. Понимаете, потому что здесь, они должны это делать. Какое может быть удивление на их вот такой положительной реакции? Нет, нет. Это их прямая обязанность. Мы их выбираем, мы за них голосуем. Они наши слуги народа, они должны все это исполнять. Понимаете? И то, что от народа, самое главное, что они сейчас вот от простых людей как бы не ставят стенку. Это радует. Вас сегодня тоже хвалили между строк. У вас дружная команда? Ну, как сказать так? Ну, да. Потому что беда сплочает многих людей. Вы сами знаете, в радости друзей очень много. Хотя друзей не бывает много. Когда беда случается, вот там познается настоящий друг. Настоящий, например, товарищ. Так что здесь, вот в нашем случае, здесь вот эта вот беда, вот она, да, нас сплачивает. Здесь, кажется, коллектив такой. Потому что нам друг другом здесь нечего. Вот приходят, мне как говорили-то. Виктор, вы пишете какое-то, например, заявление. Почему вы так эмоционально все это расписываете? Я говорю, знаете, вы не поймете. Я написал вот вам вопрос, и все. Говорят, вы же его не поймете. Вы его прожитали, как бюрократ, например, и положили. Я почему этот вопрос, я их беру и расшифровываю. Вот так вот получается. Но по-другому никак. Надо, чтобы человек понял. Успехов вам, оптимизма и улучшения вашей жизни. Спасибо большое. Спасибо.